Я уверен на сто процентов, что Господь каждому хочет сегодня что-то проговорить. Уникально. Я буду говорить одно слово, но каждый будет слышать для себя что-то индивидуальное. Вот так Господь делает. Вот так Господь делает. Он распределяет для каждого по нужде. Аллилуйя. И тема проповеди будет называться «Блаженные умирающие в Господе». И эта будет проповедь посвящена моему отцу Павлу Курникову. И в честь него я буду говорить это слово, буду говорить некоторые вещи из его жизни. И, конечно же, я все это хочу обернуть в духовное, облечь. Давайте мы прочитаем слово Божие. Это Иоанна, Откровение Иоанна, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. «У нас есть дела, которые идут за нами, и отмазаться не получится. Доказательства идут. Какие дела мы жили, когда мы жили, делали, плохие или хорошие, они идут за нами, как свидетели. Понимаете? Сказать, что я их не знаю, не получится. Они скажут, мы знаем Его. Смотрите, что здесь говорит Иоанн. Он услышал это слово не от бабушки какой-нибудь, понимаете? И не от дедушки. Он услышал этот голос откуда? Вот меня сейчас прочитал. Кто подскажет? Кто был внимательный? Вот. Молодец, правильно. С неба. С неба. С неба. Это правда. Это истина. Этот голос прозвучал с небес. Здесь не выделяется какая-то определенная религия, конфессия. Здесь говорится, что с небес и с духовной реальности прозвучал голос и сказал, запиши. Для чего? Чтобы поколение за поколением читали. Друзья, для тех, кто думает, что Он будет жить вечно на земле или вообще не думает о своей кончине, звучит это слово. Я являюсь свидетелем и смерти, и жизни. Буквально 14 марта ушел в вечность, умер мой отец. Он прожил очень хорошую жизнь, длинную жизнь. 83 года, на 84 году Он ушел. На самом деле, ему было на год больше, потому что были некоторые вещи, были утеряны документы в его молодости и так далее. Это не суть. Бог коснулся его в 17 лет. В 17 лет, несмотря на то, что мама его была верующая, папа был неверующий, но он слушал о Боге. И отец рассказывал, что когда мама приходила из собрания, из христианского, они жили в деревне, она приходила из собрания радостное. И он, то есть мой дедушка, это отец мне рассказывал про своего отца, он спрашивал у него, ну расскажи, что там говорилось. И она рассказывала. Она рассказывала, о чем говорилось на собрании. И у него были свои любимые проповедники. И он знал, кто толковый, а кто нет. И как только он спрашивал, кто говорил слово. Если, получается, моя бабушка говорила, что там сестра такая говорила, или брат, то он слушал, очень внимательно расцветал. Если кто-то другой, он говорил, ну, в общем, не очень. Он тоже, я верю, что уверовал, с Богом сейчас. Но суть будет вся направлена, друзья, к нам, к живым. В жизни мертвых закончен этот бег. Они пробежали свою дистанцию, финишную черту уже перебежали, и ленточка сорвана. Они уже там, в другой реальности. Изменить уже ничего нельзя. Если ты попал на небеса, изменить это нельзя. Если ты попал в ад, в преисподнюю, что очень ужасно, что очень плохо тоже, изменить нельзя. И я хочу во всеуслышание сказать, что отпевание человека после смерти не дает человеку никакой пользы. Потому что дела идут, мы прочитали, вслед за ним, за человеком. Друзья, когда рождается человек, наша реальность, наше восприятие, и как мы потом ходим друг к другу на день рождения, то мы поздравляем с днем рождения. И каждый год наше число увеличивается. Я поздравляю тебя там с 16-летием, я поздравляю тебя с 17-летием. А вчера я поздравлял еще несколько лет назад, с 10-летием, а я смотрю, уже 16 лет, уже 17 лет. Вы понимаете, в наших глазах восприятие, наше число увеличивается. Вот родился ребенок, побежали, секундомер, побежал. И мы смотрим, о, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и так далее. Знаете, есть другая реальность, и она намного сильнее. Есть другой секундомер, о котором мы, возможно, не догадываемся. Он стоит рядом, и там циферки тоже бегут с такой же скоростью, только в обратном направлении. Они убавляются, понимаете, убавляются. Вот родился ребенок, кажется, увеличивается его жизнь, он начал жить. А он, к сожалению, приближается к своему концу. Друзья, я не хочу никого ввести в траур или на какой-то личных переживаниях вас ввести в это состояние траура. Я хочу сказать, что есть радость от нашего Господа Иисуса Христа, потому что мы все сюда пришли не жить, а пожить. Друзья, я хочу, чтобы мы это усвоили, чтобы мы это запомнили. Если кто ездил в туристическую поездку в другую страну, вы заказываете билеты, вы едете. Скажите, вы же понимаете внутри, что вы едете на две недели. Вы же планируете, правильно? Вы же планируете, что вы даже не планируете жить туда. Вы берете определенное количество вещей, вы заказываете билеты от и до. У вас уже все запланировано. Вы подготовились к этой поездке на неделю, на две недели, на выходные, правильно? И когда вы едете туда, в другую страну, теплую, холодную, вы понимаете, что вы едете туда на время. На определенное время. А потом вам нужно будет оттуда уехать. Друзья, я хочу, чтобы каждый из нас, молодой и старый, чтобы мы все подумали, что на землю мы приходим точно с таким же настроем. Мы приходим сюда пожить. Почему? Потому что Бог приготовил для нас лучшее место. Есть лучшее место, чем земля. Кто-то приходит сюда и думает, что это единственная жизнь, которая есть у человека. И он ее пытается изо всех сил улучшить, изо всех сил постараться сделать ее прекрасной и чудесной. В принципе, нет ничего плохого, если ты хочешь купить дом, обустроить его, красивый сделать дизайн, проект, чтобы тебе было комфортно, приходя с работы домой. Понимаете, нет ничего в этом плохого. Но есть один минус, что человек, он не думает, что это поездка. Это вокзал. Ты приехал туда на вокзал? Вы видели, чтобы кто-то жил на вокзале? Ну, кроме цыгана, я думаю. Там никто не живет. Все приезжают, вроде бы там жизнь, встречаются, знаете, все. Короткое время. Потом каждый садится на свой транспорт, на свой поезд и куда-то уезжает. Вот наша земля, мы здесь все на большом вокзале. Мы выбираем направление, куда дальше двинется моя жизнь. Послушайте. Однажды жизнь начинается, и все, кто рожден, им положено однажды умереть. Евреям 9 глава, 27 стих говорит. Это Библия, это Слово Божье. Это не просто мнение какого-то человека. Как каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать пред судом. Друзья, мы не имеем права жить так, как хотим. Мы можем это делать, потому что мы свободные. Но мы должны понимать, что в конце жизни мы дадим отчет за свою жизнь, за окружающих нас людей, как мы жили и что мы выбирали на земле. Почему проповедь называется блаженно умирающий в Господе? Знаете, когда есть, вот это старое слово, мы такое слово не употребляем. Но есть слово современное, счастливый. Или, например, счастливы те, кто умирают в Господе. Друзья, если бы не было жизни, знаете, рождения человека и не было бы смерти, то не было бы смысла в этой проповеди. Но так как есть рождение человека и есть смерть, и не говорить об этом, просто преступление. Умалчивать то, что ждет каждую душу, каждого человека, это просто несправедливо. Поэтому мы говорим. Мы говорим. И вы знаете, даже когда человек приходит на вокзал, мы понимаем, что это временное место. Мы понимаем, что там можно и перекусить, там можно и отдохнуть. Но мы понимаем, что человек не может там задерживаться долго. Ну кто долго задерживался, хотя бы на неделю на вокзале? Никто. Нет, вы приходите туда на определенное количество времени, чуть часов, скажем. И вы потом куда-то двигаетесь. Все куда-то двигаются, все куда-то двигаются. Земля, она так и выглядит. Все сюда приходят. И знаете, даже если мы проживем долгую жизнь, как мой отец. Почему я хочу говорить о моем отце? Потому что часть того, что вы слушаете, это его заслуга. Он был верующим человеком, и он передал нам Бога. Он оставил нам наследство. Это вера в Иисуса Христа. Он учил нас Слову Божьему. И когда мы все встречались, там бывало на кухне, то он заходил, и он говорил, что вот вы просто смеетесь, что вы просто разговариваете о какой-то суете, почему вы не почитаете Слово Божье? А я уже пастор. И слышу такое в адрес. Для него-то я же не пастор. И он говорит, почему вот вы не споете, не прославите Бога? Почему вот вы говорите о таком, о земном постоянно? Все хихи да ха-ха у вас. Ну а мы же молодые, почему бы не посмеяться? И он всегда, всегда нас как бы прививал в веру в Господа. И он говорил о небесах. Он говорит, Вить, подумай, подумай. Небеса, вечная жизнь. Как это прекрасно. Как это чудесно. И мы все уйдем туда, и мы все будем молодыми. И он говорил, и говорил это. И говорил так, как будто он уже сам там был и пришел, и рассказывает. А как очевидец. И я хотел бы прочитать его любимое место. Одно из любимых. То, которое он читал и говорил, я его запомнил. Это 1 Иоанна 3, 2. Здесь апостол Иоанн пишет. Возлюбленные, он пишет. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему. Потому что увидим его, как он есть. Это была его надежда. Он знал, что он увидит Бога. И он станет, как он. Это Бог нас сотворил по образу и подобию своему. Это не наше желание. Не наша прихоть. О, я хочу быть Богом. Здесь Иоанн пишет, что когда мы увидим его, станем подобны ему. Потому что мы церковь, мы невеста Иисуса Христа. И я верю. И он это говорил. Ты просто понимаешь. Он рассуждал насчет этого слова. Он говорит, только подумай, что мы никто. Мы ничто. И я не хочу сказать, что мой отец каким-то был великим человеком. Он был самым простым человеком. Он не был ученым. Но он знал Бога. И он верил в Него. И передал веру нам. И я хочу сказать о его боли. Боль, которую он переживал, это за неспасенных людей. Его сердце, сердце, знаете, благовестника, который хотел рассказывать об Иисусе везде. Ходил на пруд собак и гулять. Рассказывал мужикам там, молодежи. Рассказывал всем. Он умел заводить разговоры с людьми с полоборота. Шел за грибами, за ягодами. И там рассказывал. И брат мой на похоронах делился. И вспоминал это. Что и там он начинал с ягод и заканчивал Иисусом Христом. Почему? Потому что душа человеческая, она вечная. Но она за коротенькую жизнь должна определить свою вечность. Послушайте, ни Бог, ни дьявол не выбирает нашу вечность. Бог сделал для нас прекрасную вечность на небесах, приготовил. Но нам-то надо прийти туда. Он же не будет нас арканом из бара вытаскивать. Иди сюда, нечего тебе. Или откуда-то еще. От каких-то грехов. Нет. Он говорит, это твое право. Он тебя не будет заставлять ничему. Он для тебя приготовил. Но ты должен выбрать его. Ты должен выбрать Иисуса Христа. И эта боль была у отца, когда люди не хотели слушать. Он распинался. Он говорил. У него были идеи, как можно проповедовать. Он рисовал картины. Он не был Пикассо. Но он рисовал картины. Мощных таких. Адама с Евой нарисовал. У Евы были очень мощные ноги почему-то. Видно, много ходить надо было по саду. И он рассказывал людям. Он ставил картину и рассказывал. Обратите внимание, это Адам и Ева, первые люди. Они были в общении с Богом. Но потом грех пришел в их жизнь. И они потеряли Бога. И были изгнаны из рая. Пришла смерть на землю, болезни и так далее. Он рассказывал. Кто-то слушал. Но люди, они не обращали на это внимания. Им было не до этого, что говорит им этот человек. И я хочу сказать, что что не сделал он, продолжаем мы. Дети его. Мы продолжаем проповедовать и говорить об Иисусе Христе. Потому что он делал это. И даже пресвитер в аптистской церкви, куда отец мой ходил, Николай Николаевич Орехов, он свидетельствовал и говорил, что Павел, куда шел, везде хотел рассказывать об Иисусе Христе. Как будто у него ничего кроме жизни не было, кроме Бога. И на собрание он нас с детства водил. И учил им молиться. И даже внуки его верующие. И я говорил также на похоронах и говорил, что в его жизни два достижения. Два самых больших достижения. Он уверовал в Бога в юности. 17 лет. Он рассказывал, что я шел с этого собрания. Я не шел. Я летел. И он рассказывал, он прожил, я не знаю, уже больше, чем 70, больше 60 лет в вере был, в вере в Бога. И он рассказывал, как будто это было вчера. Вот как Бог касается. Он рассказывал о любви Божьей, как он ее пережил. Как он видел видение. Как он видел новый город. Бог ему открывал. Бог спасал его. Бог действовал в его жизни. И поэтому то, что вы сейчас слышите, я проповедую каждое воскресенье, это отчасти его плод, его семя, его продолжение. И то, что он не сделал, доделаем мы. И то, что мы не доделаем, доделают наши дети. И то, что наши дети не доделают, доделают дети детей, внуки. Аллилуйя. Есть одно интересное выражение. Думай в начале и о конце, и ты не согрешишь. Думай. Люди не думают о последствиях. Люди делают, делают, а потом сидят и думают. Боже, что делать? И если представь, просто представь, представьте все. Вот если мы сядем, прежде нашей катастрофы, и просто сядем в таком же напряжении, изгажем, прежде грехов наших. Боже, что мне делать? Как будто ты уже согрешил. Я тебе говорю, ты не согрешишь. Ты не пойдешь туда. Но если ты забудешь, если ты перестанешь... Я вам скажу нашу единственную проблему. Не думайте, что у христиан много проблем. Библия говорит, много скорби у праведника, но от всех их избавит его Господь. Я скажу, у нас есть одна проблема. Это наше сердце. Это наше сердце. Любит ли оно Бога или нет? Сражайся за свое сердце. И в притчах написано, царь Соломон пишет, больше всего хранимого. Храни свое сердце, потому что оно может влюбиться в кого угодно. Может в Иисуса влюбиться, а потом может влюбиться в кого-то другого. Выдало в какого он влюбиться? Полюбить грех и так далее. И это опасно. Наше сердце непредсказуемо. Сегодня я славлю Бога, а завтра поклоняюсь сатане. Не в прямом смысле сатана. Я же и не знаю даже, что я поклоняюсь. Если я делаю грех, я делаю его волю. Друзья, я возвращаюсь к этому стиху. Здесь написано, блаженные, Иоанна 14, 13, откровение Иоанна, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Друзья, нам всем положено умереть. Умрут все, но не все умрут в Господе. Насколько важно свою жизнь дисциплинировать. Друзья, есть такое понятие, духовная дисциплина. Прививать Слово Божье, читать и размышлять, кушать духовную пищу и молиться, общаться с Богом, с Божьим Духом и поклоняться Ему. Друзья, Бог ищет поклонников. Если бы было сказано, что Бог ищет, знаете, тех, кто читает Библию. Да многие Библию прочитали, побежали и забыли, что написано там. Нет, нам нужно поклоняться, нам нужно размышлять, нам нужно восхищаться Богом. Это говорит о том, что мы дисциплинируем свои мысли, и мы могли бы сейчас думать о другом, но мы концентрируемся на Боге. И вы знаете что? От этого приходит очень большая радость. Приходит удовлетворение. Итак, счастливы те, кто умирают в Господе. Вот сегодня ты молодой и красивый, уже завтра ты станешь стареньким. Тебе кажется это еще так долго, так долго, так не скоро, но оно так незаметно приходит и стучится и говорит, здравствуй, я твоя старость, а потом тебе придет и скажет личность по имени Смерть. Здравствуй, я за тобой. А ты скажешь, я не готов, у меня еще сделка, у меня еще планы, я еще не готов, я дела не доделал. Было время доделывать. Понимаете? Что вот здесь главное я хотел бы сказать в этой проповеди? Что блаженны, умрут все, я говорю, что умирают все, мы об этом все знаем. Но важно понимать, что в Господе надо быть. В Господе. Это единственный, кто приведет тебя на небо. Это билет, это твоя виза. Ты не можешь проехать в страну, где нужна виза, без визы. Хоть улыбайся, показывай паспорт, идентификацию свою показывай. Говори, я хороший, вы можете проверить, у меня вся история моя хорошая. Они тебе скажут, визу покажи. Понимаете, что иногда нужна виза, а туда попасть без визы невозможно. Библия говорит, что ничто нечистое туда не войдет. И мы здесь можем улыбаться, мы здесь можем смеяться, мы здесь можем шутить, растить, знаете, покупать, продавать. Но нам придется встретиться с реальностью. И ты можешь встретиться с реальностью в двух положениях. В страхе и неуверенности, либо с радостью. Почему с радостью? Ну, я вот хочу вам сказать. Если кто-то ехал куда-то в поездку отдыхать. Кто грустил хоть раз об этом? Представь, ты едешь куда-нибудь в теплую страну. И ты такой, боже, боже, что за страдания? Что меня там ждет? Ой, ты с такой радостью, ты заснуть не можешь. Ждешь самолет свой, а потом отель, а потом это питание, еду. Вон смеются люди, радость-то какая. Вы подумайте, радость-то какая. Мы идем на небеса. Все это однажды закончится. Все вот это физическое, это как сон. Как сон. Поэтому важно, все, кто сейчас слышит, цель этой проповеди, чтобы наши жизни изменились, чтобы наши пути изменились, чтобы мы пошли в другом направлении, потому что Иисус Христос говорил, что есть два пути. Один широкий, другой узкий. И широким путем идут многие. Что это за широкий путь? Делай, что хочешь. Живи, как хочешь. Ничего не надо делать. Просто будь и наслаждайся жизнью. А узкий путь тебе говорит. Иди к Иисусу. Проси у Него милости. Общайся с Ним. Наслаждайся им. Люби Его, потому что все в этом для тебя. И ты такой думаешь, а почему они вот так вот могут? Даже на собрание не могут прийти, на молитву не могут. А я почему? Слушай, каждый выбирает себе порт по вкусу. То, что выбирает, тот и так и будет жить. Но я хочу сказать, друзья, что я хочу, чтобы все пришли в это прекрасное место, о котором говорит Иоанн. «Тебе нужно встретиться с Богом». Как с Ним встретиться? Через молитву. Через обращение. Как встретился разбойник со Христом? Он просто сказал, «Господи, когда придешь в свое царство, вспомни обо мне». Он же обратился. Что Иисус ему сказал? Ничего плохого, только хорошее. Сегодня же будешь со мной в раю. А перед этим он сказал, «Истина, истина, дважды». Если он один раз говорит, это точно произойдет. А если дважды, это 200 миллионов процентов. Он грешнику пообещал, разбойнику, преступнику. Он сказал, «Истина, истина, говорю тебе, сегодня же будешь со мной в раю». Почему? Потому что человек к нему обратился. Человек встретился. И представьте, человек всю жизнь преступления только делал. Наносил людям ущерб, утрату. Он умирает. Он знает, что он грешник. Он знает о помощи никакой. А кому обращаться? Над ним люди ругаются. Люди говорят, «По делам получил, по делам негодяй такой. Ты преступник. Ты нашей семье сделал это, ты сделал то. Из-за тебя мой сын спился там. Или ты убил моего брата, или что-то». Люди там хулили его. А Иисус понимает, что Он страдает за грехи людей. И Он говорит, «Сегодня же будешь со мной в раю». Он прощает все грехи. Он прощает все грехи беззакония. И говорит, «Я страдаю, чтобы ты жил. Я умираю, чтобы ты жил». Друзья, как мы можем легкомысленно относиться к истине? Как мы можем легкомысленно относиться к Иисусу, который за коротенькую нашу жизнь хочет приготовить качественно к небесам? Как мы можем рассчитывать, что мы будем жить сто лет? Никто из нас сто лет не проживет. Даже если проживешь, это будет как мгновение. Тебе нужно понять, что ты уже умираешь. У тебя уходят эти секунды назад. Бегут. Тебе осталось сколько-то жить? Ну, 40 лет, ну, 30 лет. Ты не представляешь, как быстро они закончатся. И что потом? Ты задумался? Ты приготовился? Мой отец был всю жизнь верующий. И то он переживал. Потому что это происходит в первый раз. В первый раз на земле ты рождаешься, и впервые для тебя будет, когда ты будешь умирать. Впервые. Единственное, кто тебя берет за руку и вводит в вечность, это Иисус Христос. Доверься Ему. Будь рядом с Ним. Отвергни всякий грех, а всякое зло. Отвергни. И ты будешь счастлив. Тебе не придется потом опускать глаза. Тебе не придется стыдиться. Потому что ты будешь знать, твой Иисус Христос жив. Твой Иисус Христос жив. Он за тебя. Он всегда за тебя. Даже когда ты не с Ним. Он за тебя, и Он зовет тебя. Он призывает, иди, тебе со мной будет лучше. Он призывает сегодня телезрителей. Он говорит, иди ко мне. Иди ко мне. Прочитайте, вся Библия пропитана Богом. Он говорит, я люблю человека. Но почему человек меня не любит? Почему человеку скучно со мною? Потому что больше человек фокусируется на физическом, чем на духовном.